Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 10-го тура РПЛ Уфа-Ротор. Встречаются 15-16 команды текущего сезона. Очные матчи. В 4-х очных матчах 3 победы у Уфы и 1 ничья. 3 матча прошли на тотал меньше и по 2 было сыгранную, но обе забьют да нет. Как видим в очных встречах перевес на стороне Уфы, большинство матчей было низовых, но все они были давно и их было мало. Статистика команд. Уфа в последних 10-ти своих матчах 7 раз играла на обе забьют нет и 6 раз на тотал меньше. Уфа отыграла последние 4 матча на обе забьют нет. Ротор в последних 8-ми своих матчах поровну играл на обе забьют да нет и 5 раз на тотал меньше. Ротор без побед в последних 7 матчах. Как видим встречаются 2 низовые команды, которые провалили старт сезона. Уфа выиграла по полной в Питере от злого Зенита, который таким способом пытался реабилитироваться за ничью в Екатеринбурге. Хозяева имели тотальное преимущество, которое реализовали в 6 забитых мячей. Уфа сопротивлялась как могла, но видно было, что гости смирились с поражением уже после первого тайма. Ротор сыграл ниже даже очень ничего против Рубина, как после двухнедельной карантинной паузы. Конечно, всю игру хозяевам сломало удаление Мана Чурена в начале второго тайма. Судейка проявил принципиальность и показал вторую желтую, хотя нарушение было 50-50, можно было и не показывать. Но даже в десятером хозяева пытались что-то сделать и забили один гол. Однако пенальти, назначенный за игру рукой Микел Тадзе, окончательно расставил все точки в этом матче. Встречаются антилидеры сезона. Сейчас команды разделяют 3 очка. Если выиграют гости, ситуация внизу таблица обострится. Если выиграют хозяева, Ротор еще больше увязнет в низовом болоте, выбраться из которого с каждым туром будет что сложнее и сложнее. В игре с Рубином команда Хацкевича показала неплохой футбол. И с Уфой, по всей видимости, будет битва. Цена победы в предстоящем матче необычайно велика для обеих команд. В такой ситуации случится может все, что угодно. Победить может любая из команд, а вероятность ничейного исхода будет повыше, чем победы соперников по отдельности взятые. Учитывая коэффициенты буков, логично будет взять не проигрыш хозяев за 1.93. Коэффициент неплохой, а игровая форма Ротора вселяет оптимизм. Что до результативности, то такие игры обычно идут до первого забитого мяча, которого частенько вообще не бывает. Из связки ставок тотал меньше обе забьют нет Х2. Самый высокий коэффициент стоит на Х2 1.93. На обе забьют нет 1.64, на тотал меньше 1.54. Вариант с тотал меньше является классикой на такой матч, но у него самый низкий коэффициент. Ставка на обе забьют нет имеет коф чуть выше, но очень-очень скользкая. Потенциальный счет 1-1 на такой матч запросто может случиться. Вариант с Х2 имеет самый высокий коэффициент и смотрится очень перспективным. Такую ставку можно признать наиболее сбалансированной по соотношению коэффициент вероятности захода. Ротор играет в последних матчах лучше именно на выезде. Да и у Фа тоже. Поэтому даже потенциальная победа гостей в этом матче не будет сенсации. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизмом. Удачи. Будьте здоровы. Продолжение следует.